Если я вроде живу по философиям школы, но все же куда не кинусь обучиться, все не довожу до конца. Как найти хорошие заработки? Не могу до сих пор дойти до этого. Хорошие заработки начинаются с большого количества знакомых. Есть три правила больших заработков. Первое правило больших заработков. Чем больше у вас знакомых, тем больше вы будете зарабатывать. Кто ваши знакомые? Где вы их находите? Задайте себе вопрос, сколько у вас знакомых? Вот смотрите, почему у меня получается хорошо. На сегодняшний день, если разобраться, то в нашей эзотерийской школе за миллион человек. То есть фактически можно сказать, что в нашей школе миллион людей, которые хотели бы что-либо от меня. И здесь интерес заключается в том, что это люди, которые могут быть там любить меня, не любить, знать меня, не знать, ну каким-то образом. И это является одним из самых ключевых компонентов. И здесь какой ответ? Первое. Ищите всегда возможность найти как можно больше друзей. Где угодно, я не знаю. Где угодно. Сейчас есть социальные сети. Ищите как можно больше друзей в социальных сетях. Самое страшное, что может сейчас придумать человек, это, как это называется, не коммуникация. То есть он не хочет ни с кем коммуницировать. Вот чем меньше у вас коммуникации, тем больше проблем будет с тем, чтобы не уметь зарабатывать деньги. Чем не имеешь 100 рублей, имеешь 100 друзей, которые говорила Алла Борисовна. Ну а Ли Борисовна и можно, она по-другому нашла друзей. Каким образом? Популяризировала себя. Зачем популяризировала? Получить известность, экспертность в своей области, значимость и так далее. А вас кто знает? У меня есть магазин. А кроме магазина, кто знает о тебе еще? Кто эти люди? Где эти люди? Сколько у тебя друзей? Почему они не хотят становиться друзьями человека? Почему те люди, которых вы считаете друзьями своими, не хотят становиться для вас друзьями? Как вы думаете, почему никто не хочет становиться друзьями, если у вас, допустим, Facebook или там еще где-то, и там у вас есть друзья? Эти друзья друзья, почему вы считаете их друзьями? Кто новые друзья? А почему человек не имеет друзей? Потому что вы им не отвечаете, с ними не коммуницируете, к ним не обращаетесь, ничего им не говорите. Потому что обычно это выглядит так. Вы думаете, где-то скачали чью-то картинку, им опубликовали. Так картинка это секундочек, секунду посмотрел и все. Зачем вы ему нужны? Вместо того, чтобы написать там, да, я бы хотел дружить, чем ты занимаешься, мой друг. Или там, о, уважаемые друзья, вот я для вас хочу сделать такое предложение. Давайте обсудим, вокруг проблемы можно найти друзей, или вокруг там радости какой-то найти друзей и так далее. Вот так друзья появляются. На улице можно друзей найти, можно найти друзей по несчастью, однополчан, близких, алкоголиков, друзей и так далее. Вот людям везет, у кого много есть общения, у кого есть много друзей. А там, почему не получается много, не будет много, пока друзей мало. Почему есть такие нации, которым очень везет в жизни? Ну, допустим, там, иудеи. Допустим, таким, как, допустим, армяне. Почему я это говорю? Ну, так и есть. Почему этим людям везет? И украинцам тоже, многим причем. Почему везет? Есть одно такое связующее звено. Это связующее звено, оно связано с тем, что людям везет в случае, если они считают себя не одинокими и запросто любят тех, кто вокруг них находится. Евреи молятся в синагоге за евреев и еврейский народ. Вот армяне имеют четко такую выраженную культуру, в которой ценится то, что ты армянин, то, что все армянское для армян, Армения и так далее. Также вот и украинцев есть, не у всех, конечно, есть другие, но у них есть тоже, потому что был голодомор, людей там сажали, людей вывозили и так далее. Есть вот такая культура семьи, семейственности, для семьи за мамой смотреть, дети, дочери и так далее. А есть люди-одиночки, которые не считают семью семьей, то есть там родила кошка котят, пусть живут как хотят.